Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш Николая, моли Бога у 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 нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Аминь! Пятое марта. Память преподобного Марка Постника. Этот святой подвижник превзошел всех иноков Постнической в своей жизни. Предавшись вместе с тем изучению Божественных Писаний, он достиг совершенства в добродетели, как свидетельствует о том, написано им поучение, и совершил много чудес. Преподобный Марк изучил Слово Божие так совершенно, что знал все Священное Писание наизусть, был слушателем святого Иоанна Златоуства и написал много поучительных слов. Душевная чистота преподобного была так велика, что монастырский пресвитер, как сам с клятвой свидетельствовал, никогда не преподавал ему божественных тайн своей рукою, но всякий раз, когда он приступал к святому причащению, то принимал святые дары от ангела, который держал лжицу и сам причащал его. Слуга преподобного говорил, что никогда не видел, чтобы он плюнул когда-либо на землю. Такова была его кротость. Преподобный пребывал в иноческом звании сорок лет и нес подвиг поста в течение шестидесяти лет. Полагает, что преподобный Марк принял иночество, будучи сорока лет от рода и шестьдесят лет подвязался в иноческой жизни. Местом подвига его была Нитрийская гора, расположенная в Нижнем Египте в семидесяти верстах к югу от Александрии и на запад от реки Нила, близ Ливийской пустыни. Ста лет от роду он отошел ко Господу около половины V века. Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.